МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. В республику из федерального бюджета поступил очередной транш в сумме 369 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на выплаты государственных пособий и других компенсаций. Напомним, что с начала года на выравнивание бюджетной обеспеченности в Чувашию поступило 5 миллиардов 721 миллион рублей, что составляет почти 94% от годовых плановых назначений. Сегодня в Доме правительства прошло совещание по вопросу внесения изменений в республиканский бюджет на 2015 год и плановый период 2016-го. В целом инвестиционные расходы за счет собственных средств увеличиваются более чем на 1 миллиард рублей. Эти средства необходимо распределить и до конца 2015 года. Куда они будут направлены в репортаже Татьяны Молоковой. Это уже третье уточнение бюджета в текущем году. В этот раз предстояло распределить 358 миллионов рублей. Всего в 2015 году общая сумма расходов с учетом федеральных средств превысила 5 миллиардов. А расходы в основном будут распределены на социально значимое направление. С одной стороны мы на разных площадках, на разных встречах обсуждаем и принципиально подходим к каждой цифре. Но в то же время есть у нас определенные возможности, чтобы пересмотреть и направить эти средства по расходной части на благо жителей Чувашской республики. Уполнение бюджета в текущем году проходит в достаточно сложных экономических условиях, в реальном секторе экономики, в сфере услуг. Однако, несмотря на это, нам удается при третьем уточнении запланировать увеличение доходов бюджета в сальдированной сумме на почти 359 миллионов рублей. Это значимая сумма для всех нас. Добиться этого нам удается благодаря грамотной бюджетной политике, а также эффективному взаимодействию с федеральным центром. Более 180 миллионов рублей будет направлено на строительство нового корпуса онкодиспансера, капремонт больниц и поликлиник. Михаил Игнатьев также просил до конца года решить вопрос с доступностью медпомощи в Ольгешево и в столичном микрорайоне Садовой. Я сегодня увидел все-таки, так как я являюсь членом общественной палаты, это социальная направленность бюджета. Говорилось о поддержке, адресной поддержке тех людей, которые нуждаются в деньгах. Именно адресной поддержке, не разбазаренный день к адресной поддержке. Говорилось, очень хороший проект, для меня, например, мне было понятно, как будет развиваться образование Чувашской республики. 6% школьников Чувашии учатся во вторую смену, чтобы частично снять эту проблему при третьем уточнении бюджета. На образование до конца года направят 180 миллионов рублей. Эти средства необходимы, кроме того, на капремонт учреждений среднего профобразования, строительство детсадов и школ, а также на приобретение школьных автобусов. На поддержку и развитие агропромышленного комплекса предусмотрено более 205 миллионов рублей. Я являлся членом общественного штаба и поддерживал как доверенное лицо кандидата на пост главы нашей республики Михаила Васильевича Игнатьева. И, безусловно, мне сегодня было очень интересно и полезно узнать, какие конкретные уточнения делаются в бюджет нашей республики. И я должен сказать, что я очень удовлетворен тем, что пожелания, наказы наших избирателей, они, в общем-то, были практически в полном объеме учтены. Одна из самых больших сумм до конца 2015 года пойдет на строительство и реконструкцию дорог – 316 миллионов. Они будут направлены на завершение ремонта улиц Ярославская и Энгельса, а также на проспект Тайги. В целом город Чебоксар в 2015 году получит порядка 477 миллионов рублей. Это та лакмусовая бумага, которая показывает и говорит о том, что есть эффективная работа с федеральным центром, с министерствами федеральными. Ну и ситуация эта обычная для нас, депутатского корпуса, для правительства. Как правило, мы на протяжении года, держа руку на пульсе, участвуем во всех программах. Наши министры эффективно работают, как я уже сказал, с профильными министерствами федерального центра. Еще одна важная статья расхода в 2015 году – окончание второго этапа действия программы переселения из аварийного фонда. Чтобы завершить этот этап, республика направит 260 миллионов рублей. Радует, конечно, то, что все-таки социальные направления, они учтены. Самое главное, я считаю, что сегодня утверждены деньги на все финансирование программы капитального ремонта, переселения граждан. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с ректором Московского государственного машиностроительного университета Андреем Николаенко. Речь шла о подготовке кадров, востребованных на рынке труда, в частности, специалистов инженерно-технического профиля. Андрей Николаенко выразил благодарность республиканским властям за поддержку Чебоксарского политехнического института филиала МАМИ. Здесь, благодаря поддержке вас, Министерства образования Республики, мы видим, что вам интересно наличие политехнического фактического университета здесь. Поэтому, я надеюсь, будем работать долгие годы. Глава Чувашии заметил, качественное образование можно получить только в вузах с хорошей репутацией. Сегодня в Чувашии остались только учебные заведения, которые гарантируют подготовку квалифицированных специалистов. Что касается машиностроительного университета, заметно серьезное отношение к филиалу. 2500 студентов обучается, но самое главное, те специалисты, которые получают диплом о соответствующем образовании, они сегодня востребуют. Андрей Николаенко заверил главу Чувашии, что вуз будет и впредь поддерживать высокие стандарты образования. Михаил Игнатьев поздравил ректора университета, преподавателей студентов Чебоксарского политехнического института с 60-летием. Сегодня филиал ведет не только образовательную, но и большую научную работу, как по фундаментальным, так и прикладным направлениям. За последние 15 лет опубликовано 40 монографий, 28 учебников и пособий, более 2,5 тысяч статей. Получено более 100 патентов на объекты интеллектуальной собственности. В Чебоксарах продолжат реконструировать самые загруженные участки дорог. В ближайшее время планируют завершить капитальный ремонт на улице Богдана Хмельницкого. Большой объем работ в городе предстоит выполнить и в следующем году. Какие объекты уже вошли в программу, узнавали мои коллеги. Передвигаться по улице Богдана Хмельницкого скоро станет проще. На этом участке уложили новый асфальт и начали расширять перекресток. Это поможет разгрузить плотный поток машин. В час по этой дороге проезжают более тысячи авто. Подрядные организации выполняют защиту инженерных коммуникаций, потому что у нас город насыщен инженерными коммуникациями. После защиты или переноса инженерных коммуникаций будет уже осуществлено само уширение и заасфальтировано. Технологически было невозможно по-другому сделать, потому что требовалось согласование с владельцами инженерных сетей. Работы планируют завершить до конца года. Морозная погода и осадки на эти сроки не должны повлиять. Подрядчики отмечают, что новые технологии позволяют укладывать асфальт на щебенку даже при минусовой температуре. При реконструкции дороги по улице Энгельса строители тоже использовали современные методы. На данном конкретном перекрестке было выполнено уширение с трех сторон для увеличения пропускной способности. На данном перекрестке интенсивность движения составляет около 700 автомобилей в час. Реконструкцию этого участка еще предстоит завершить. Подрядчикам необходимо уложить асфальт на выездах со дворов. А в перспективе по улице Энгельса планируют запустить и новый автобусный маршрут. Здесь уже начали обустраивать карманы для остановочных павильонов. Работа завершится в этом году. В этом году в городе реконструировали 8 перекрестков и более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В ближайших планах еще 5 участков. Это Ивана Якулева, улица Ашмарина. Это Игерский бульвар, проспект Мира со стороны кафе Лира. Также это Карла Маркса и электропарадчиков. Лен Комсомола в районе улицы Пролетарская. И улица Гагарина, 50 лет Октября, с переносом остановки в район гостиницы «Россия». В следующем году в столице республики намерены реализовать и крупные проекты. В городе начнут реконструкцию московского моста. А до дня республики планируют открыть в первую очередь транспортные развязки в микрорайоне Садовый. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Управление ГИБДД Почувашии подвело итоги за 10 месяцев 2015 года. Журналистам рассказали о ситуации на дорогах республики, самых частых причинах аварии и наказаниях для нарушителей. С начала этого года аварий на дорогах Чувашии стало меньше. Равно как и происшествия с участием нетрезвых водителей. Но не повсюду. В некоторых районах достаточно напряженная обстановка с любителями выпить и за руль. С июля за повторное пьянство наказали более 150 автовладельцев. Найти водителей и нарушителей помогают и камеры фото-видеофиксации. Уже выявлено более 300 тысяч правонарушений. У техники есть и еще один плюс. Она также экономит человеческий ресурс. Начальник ГИБДД также подчеркнул, необходимо переходить на систему оформления ДТП без инспекторов. Европротоколы будут работать. На все мелкие ДТП, вот когда резкий такой гололед, ну, гусавтоинспекция, 10 экипажей, 160 ДТП оформить, это не в состоянии. Мы сегодня обратились к автошколам, что уже будущие водители выходили, они знали, как все это оформляется. Антилидером среди ДТП являются столкновения чуть меньше наезды на пешеходов. Большую роль в предотвращении последних играет светоотражающая одежда или элементы. Они позволяют в плохой видимости заметить пешехода и избежать печальных последствий. Но аварии происходят не только по вине участников дорожного движения. Вот здесь еще и можно говорить, как идет обустройство самих пешеходных переходов. Вот сегодня тем более темное время суток. Не видно их. Новый год гласит, на каждом пешеходном переходе должно быть Г-образное освещение. То есть мы видим большие города, федеральные трассы, все знаете как. Но еще в нашей республике в этом направлении не сделано. Но в целом ситуация на дорогах не ухудшилась. Скорее наоборот. Причем иногда самые простые меры оказываются самыми действенными. Сегодня мы добились снижения аварийности. Особенно те участки, вы знаете, тросовое ограждение мы поставили в сторону цивильского направления. Проезжая часть не позволяла, там нам ограждение настоящее сделать, чтобы с металл, потому что есть определенный ГОСТ. И сегодня мы видим там явного погибшего. Но ДТП были, но погибших нет. А там 8 человек погибло до того, как тросоограждение было. Значит сегодня ограждение дают, все-таки организация дорожного движения сегодня спасает людей. Одним из главных методов борьбы с нарушениями правил остаются профилактические мероприятия и пропаганда, уверены в управлении. И самое главное – ежедневная работа надзорных и республиканских органов власти совместно с участниками дорожного движения. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Все может родная земля и напоить о своих светлых родников и накормить своим хлебом и удивить красотой цветущих садов. Вот одного она только не может защитить себя. И сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой. Так говорил великий русский полководец Александр Суворов. В Маргаушском районе прошел день призывника. Маргаушской земли есть чем гордиться. 55 ее уроженцев встали на защиту мирного неба и пополнили ряды российской армии. География призыва широка. Это, будем так говорить, и Сибирь, и Дальний Восток, и Москва, и Питер, и Ближнее Подмосковье. В войска направлены молодое пополнение в основном с высшим профессиональным образованием, со среднепрофессиональным образованием. Это ребята, которые прошли подготовку в учебных организациях ДОСАВ. В день призывника будущие бойцы соревновались в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АК-74. Силовая часть спортакиады по проверке готовности ребят к тяготам солдатской жизни состоялась в спортивной школе. Призывники соревновались по подтягиванию на высокой перекладине, отжиманию, гиревому спорту. Мы заинтересованы, чтобы наши юноши были здоровыми и годными к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Как заметил начальник отдела военного комиссариата, сейчас отношение юношей к армии изменилось в лучшую сторону. Показатели годности к строевой службе и количество призывников Маргаушского района с каждым годом растут. Военно-патриотическое воспитание в районе строится на основательном фундаменте. Среди земляков пять героев Советского Союза, один полный кавалер Ордена Боевой Славы, два героя России. И вполне возможно, что именно эти призывники пополнят ряды наших героев. В моей семье все мужчины служили. И среди друзей тоже есть много отслуживших. Сегодня я получил повестку и надеюсь с радостью отслужить свой срок и не посрамить честь Отечества. Для меня армия – это смысл жизни. Я всю жизнь хотел служить в хороших войсках, особенно в спецназе. Когда я жил в Москве, в военном городке с отцом, мне там очень нравилось. Сегодня я получил повестку и для меня это очень знаменательный день. Кстати, Родиона, уже отличившегося на спартакиаде призывной молодежи, по возвращении ждут в числе сотрудников правоохранительных органов. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Израиль готов субсидировать перелеты на свои курорты для туристов из России. По 45 евро за каждого человека, пролетевшего чартером. С началом кризиса земля обетованная потеряла 30% турпотока и теперь надеется частично его восстановить, перетянув клиентов с египетского направления. Между тем, практически все жители Чуваши, отдыхавшие в Египте, благополучно вернулись на родину. Их багаж доставляется отдельно. Это уже заботы почты России. Турагентство ищут замену популярному и недорогому направлению. Станислав и Екатерина Долговы вернулись из Египта 7 ноября. Их багаж спустя 5 дней. Приятная неожиданность. Судя по суете, царившей в аэропорту в момент отлета, свой чемодан раньше, чем через месяц, они не ждали. Для чувашских почтальонов это первые посылки из Египта. Пока вернулись сумки Долговых и еще одного туриста из Новочебоксарска. При поступлении багажа из Египта в сортировочный центр нашего филиала мы звоним получателю и уточняем у него удобный ему способ вручения. Наши курьеры доставляют багаж непосредственно на дом, причем это совершенно бесплатно. Сложнее ситуация у тех, кто к моменту выхода указа о запрете полетов в Египет был на полпути. Большинство турфирм спешно начали переоформлять путевки, резервировать средства. По словам сотрудников, клиенты в большинстве своем отнеслись к ситуации с пониманием. Многим туристам понравились предложенные варианты в Турции. До 20 ноября всех переоформили. Туристы согласились ехать, они не хотят уложить свой отпуск. В данном случае без доплаты это Турция, Анталия. Там температура плюс 22 градуса воды, окружающая 25. Кстати, я сам недавно несколько дней назад приехал. Это вполне и лето, кстати сказать, было теплое, и осень теплая в соответствии с нашим туристом. Валерий Иванович, как опытный сотрудник туриндустрии, считает, египетское направление, хоть и было востребованным, заменить не очень сложно. Собственно, агентства этим и занялись. Ищут интересные предложения в других странах. Сейчас основные направления, это у нас получается, ну, как бы более-менее ничего так. Это Вьетнам, Таиланд, то есть это азиатское направление, это, возможно, еще дальше. Это у нас южное направление, Доминикана, Куба, Гавайи и так далее. Но, опять же-таки, вопрос в цене. Это туры с большей стоимостью. Кстати, четыре года назад аналогичная ситуация уже возникала. Во время беспорядков в Каире отправлять туристов в Египет тоже не рекомендовалось. Понятно, что и для любителей погреться на солнышке в разгар зимы, и для туроператоров это создает определенные сложности. Но ведь речь идет не о коммерческой выгоде и не об удобстве, а о безопасности людей. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. «Жар птицу, край мой воспрянет, свобода и солнцем дыша» – так начинается одно из знаменитых стихотворений Михаила Сеспеля. За свою короткую жизнь великий чувашский поэт написал около 60 произведений, перевел десятки творений русских классиков на чувашский язык. Он был не только талантливым писателем и переводчиком, но и художником-графиком. Сегодня прошел митинг, на котором почтили память настоящего патриота, а также наградили лауреатов премии имени Сеспеля. Всю свою недолгую жизнь Михаил Кузьмин, известный как Сеспель Миши, посвятил любимой чувашской земле. Его сердце и разум переполняли мечты о том, что чувашский народ обретет свободу, силу и величие. Он верил в светлое коммунистическое будущее. Но его надежды были разбиты, а новая идеология полностью разочаровала. Возможно, именно душевные и эмоциональные переживания сломили поэту, и он умер в возрасте 22 лет. Он чуваш, он старался за то, чтобы был человечность в народе, доброта, чистота, честность, порядок, правилюбие и уважение человека к человеку. Он говорил всегда, чуваш, ты тоже дай свое слово, не молчи, а действуй. В 1966 году учредили премию имени Михаила Сеспеля. Сегодня почетной наградой выделили художника Владимира Агеева, певца Вячеслава Вахтеркина, мецената Валерия Гордеева и врача-хирурга Николая Григорьева. Все они профессионалы своего дела, патриоты, которые прославляют чувашу, как когда-то Михаил Сеспель. Тысячу лет назад на святой горе полуострова Афон в Греции поселились первые православные монахи. С тех пор это святое место, куда прокладывают свой путь сотни паломников ежегодно. В России есть свой Афон, остров Валаам, место силы и веры с русской душой. О диалоге двух культур рассказывает выставка фотографий духовной связи России и Греции, которая открылась в Центре современного искусства в Чубаксарах. Ученые до сих пор спорят, когда на северном острове Валаам поселились первые монахи до или после крещения Руси. В 15-16 веке Валаамский монастырь был образцом монашеской жизни всего северного края. Но истинный рассвет обители пришелся на 19 век, когда слава Валаамского монастыря вышла за пределы страны. Именно этот период запечатлен на фотографиях, представленных на выставке. С тех пор прошло не так много времени. В годы советской власти облик монастыря полностью изменился. Но есть такие места, над которыми не властны ни время, ни политический режим. На Валааме такие камни или валуны, можно сказать. И знакомые места. И там вот, тоже помню, монашеское озеро, так называемое. Вот здесь тоже вижу вроде бы на озере Валаам. И там же внутри еще озеро. Удивительно, конечно. На Святой горе за тысячу лет изменились не только фасады афонских монастырей, но и ландшафт местности. Но только в 19 веке монахи решили запечатлеть красоту святого места и создать фотоархив. Отец Леонтий и отец Геннадий посвятили фотоработе много времени. Но в итоге выбранные ими виды и ракурсы монастырей и скитов стали классическими. В 1881 году фотоальбом был передан великому князю Константину Константиновичу во время его поездки на Афон. А сегодня мы можем сами убедиться, что даже черно-белые фотографии передают необыкновенную атмосферу спокойствия и умиротворенности святого места. Именно из-за удаленности от мирской жизни и труднодоступности для обычных туристов эти два острова так похожи. И на севере, и на юге православные монахи идут к общей цели – отпустить все мирское и полностью посвятить свою жизнь служению Богу. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Как известно, смех продлевает жизнь. И, пожалуй, самый лучший способ поднять себе настроение – посмотреть игры клуба веселых и находчивых. Завтра в Чебоксарах в 18.00 пройдет финал Лиги КВН «Столица». Дворец культуры имени Ухса и уже в который раз принимают у себя гостей из разных городов по Волжье. Но в этом году география Лиги расширилась. Появились две команды из Москвы. В итоге в финал вышли шесть команд – четыре из Чебоксара, две из Казани. Именно они будут бороться за Кубок КВН и главный приз. Чемпионы будут представлять Лигу «Столица» на Сочинском фестивале. Интрига сумасшедшая. Потому что до этого лидировали команды КВН «Чуваша» постоянно, сборная города Чебоксар. И в финале, скажем так, многие команды их догнали, скажем, да. И почувствовали то, что они могут вполне стать чемпионами. Поэтому сейчас, судя по отзывам наших редакторов, которые проводят с командами собрания и редактуры, будет очень сильно у всех. То есть пока невозможно сказать, кто станет чемпионом. От этого еще интереснее. Спортсменка из Чувашии стала первой на Кубке мира по зимнему плаванию. В латвийском городе Елгова прошел первый этап соревнований. В нем приняли участие около 250 айсменов из 18 стран. Татьяна Александрова финишировала первой в своей возрастной группе в марафоне на 450 метров. Всего в этом заплыве в открытой воде реки Лей-Лупе стартовали 18 участниц. На дистанции 50 метров вольным стилем в открытом 25-метровом бассейне Чувашская спортсменка финишировала третий. По правилам Кубка мира каждый спортсмен получает определенное количество очков как в индивидуальном, так и в командном зачете. Российская команда, состоящая из 24 пловцов, завоевала таким образом первое место в общекомандном первенстве. Следующие этапы соревнований по зимнему плаванию пройдут в Британии, Швеции, Эстонии и России. Таким стал последний рабочий день этой недели. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»